Значит, мы с вами сегодня будем говорить... Здоровья, Анна! Мы с вами сегодня будем говорить вот про ту тему, которая здесь у нас заявлена на экране. Почему именно про эту тему хотелось бы обсудить? Вообще, у меня, я вам скажу по секрету, это первый из вебинаров, которые будут в этом году, они у меня все посвящены... Как-то так получилось, и мне показалось это правильным, сделать серию вебинаров по дизайнерской работе, по созданию карьеры в области дизайна, в области графики, в области фотографии, в области креатива. И они у меня все будут в той или иной степени посвящены вот этим вопросам. То есть, на что нужно обратить внимание начинающим, какие вот сложности существуют в начальном этапе, ну и так далее. То есть, в общем, там все вопросы так или иначе будут с этим связаны. Ну вот, и поэтому вот, собственно, мы сегодня с вами об этом и будем говорить. Я сначала вам немножечко порассказываю, потом, если какие-то вопросы будут, то мы их сможем обсуждать более детально. Значит, ну, во-первых, представлюсь. Фамилия моя Красновский, как, собственно, можно легко увидеть. Имя Дмитрий Почта Валерьевич. Я здесь специалисты, преподаю разные вещи, так сказать, дисциплины, которые касаются дизайна, графики, фотографии. Ну, собственно, здесь все написано. Единственное, что я позволил себе не расписывать, это лауреат чего и победитель чего, потому что это довольно нудно, неинтересно. В общем, к делу не имеет отношения. Ну, я помню, что, в общем, чего-то я где-то какой-то лауреат. Но это действительно совершенно неважно данная ситуация. В данной ситуации я хотел бы обратить ваше внимание вот на, ну, на мой взгляд, важное обстоятельство для того, чтобы мы могли успешно об этом, обо всем говорить. Я по своей профессии дизайнер, да, и, собственно, последние лет, ну, уже много, как, наверное, 30, всем этим занимаюсь непрерывно с разных точек зрения. И графическим дизайном, и дизайном рекламном, и логотипом, и первым стилем, и фотографией, и, собственно, как художник занимаюсь и оформлением, и обложками, так сказать, разными такими вещами. Я к тому, что все темы, о которых мы можем говорить, они достаточно близки. И поэтому все вот то, что я хотел бы вам сообщить, вообще, почему я, в принципе, такие темы выбираю, потому что они, ну, они выстроены. На самом деле, в свое время, я сейчас просто вспоминаю и думаю, если бы у меня были какие-то более ясные ориентиры, ясные представления о том, чего делать, чего не делать, я, может быть, не совершил того количества ошибок. С другой стороны, это дает мне возможность успешно преподавать, собственно, потому что у меня, чтобы все мои ученики не дадут соврать, у меня что не курс, я всегда привожу примеры собственной практики, примеры тех нелепых, дурацких, самых разнообразных глупостей, которые можно совершить в процессе работы. Я их все совершал, мне кажется. Ну, потому что я очень такой любопытный, такой лес, и часто оказывается, что он не туда. Вот, поэтому то, что я вам хочу рассказать, оно имеет, как мне представляется, очень такой важный и практический смысл. Итак, мы с вами говорим о креативе, да, об изобразительном креативе. И здесь мы с вами сразу должны начать этот разговор, чтобы определиться, да, какие там, собственно, проблемы возникают, начать этот разговор с понимания того, что существует два вида вообще вот этой художественно-изобразительной креативности. Это два направления развития, которые определяют немножечко разные подходы к тому, какие, собственно, проблемы встречаются, и как это все может решаться какими путями, да. Значит, мы должны с вами выделять прежде всего среди вот этих вот визуальных креативных искусств некоторый набор, который связан с чистым креативом. Обратите внимание, что есть дизайн, да, такая сфера деятельности, где мы работаем на конкретного заказчика, да, то есть человеку, который предъявляет свои пожелания, и мы им должны соответствовать. И есть чистое искусство, где мы, ну, творим, да, творцы, собственно, чем мы сегодня занимались, да, у нас сегодня просто был курс по скетчингу, художественные приемы, мы там обсуждали, как здорово, когда вот есть эта экспрессия, и как из себя ее нужно выжимать. И вот в этом смысле, именно с этой точки зрения, да, все виды искусства делятся вот на две большие категории. Значит, к первой, такой чисто вот креативной, творческой, да, что называется, относится к скульптуру, да, такой один из фундаментальных видов, монументальное вообще искусство. Давайте сразу отговоримся, что, разумеется, монументальное искусство может быть на службе и коммерции, и рекламы, да, и совершенно прикладного дизайна, потому что, когда делают какой-нибудь интерьер совершенно конкретный, совершенно конкретную скульптуру, могут сказать интерьерную скульптуру, да, которая будет там где-то размещаться. Но все равно этот скульптор, он будет хорош постольку, поскольку он является креативщиком в чистом виде, в котором, в том смысле, да, что он будет, собственно, автором этих произведений, а не просто дизайнером, который сляпает что-то такое, что понадобится заказчику, да. В этом смысле мы должны с вами понимать, например, что такой чудесный живописец, художник, очень известный Василий Кандинский, я думаю, мы знаем, да, кто это такой, он был не просто художник, он был не просто живописец, а он был интерьерный живописец в известном смысле. Поэтому, ну, когда я был юным и вообще многие юные художники, и вообще даже люди не понимают, в чем, так сказать, достоинство его работ, они говорят, ну что, взял человек пол с там синий-зеленой краской намазал, золотой квадратика понаставил, там три раза так вот махнул, говорит, картина получилась, да, создаётся такое, делает, говорит, а яд еще, чем яд хуже, да, вот как бы такая идея. Но идея заключается, эта тонкость заключается в том, что Кандинский создавал свою картину не просто так, а это были цветовые пятна, которые были внедрены в пространство интерьера. То есть достоинство его работ не просто в том, что он создавал вот эти вот красивые штучки, а в том, что они создавали образ всего помещения. То есть ты входишь в помещение, да, оно такое строгое, жесткое, и вдруг у тебя в нужном углу, да, вот в нужном правильном ракурсе вот это вот яркое цветовое пятно, которое расцвечивает сразу все пространство. Вот в чем смысл. И в этом смысле получается, что Кандинский, он как бы вроде бы и художник-живописец, но вроде бы как-то и дизайнерский, да, такой востребованный. Но еще раз повторю, он, конечно, не дизайнер, он все свои работы создавал, так сказать, ну, что называется, от души, это было по велению сердца, как положено художнику. И в этом смысле это была полноценная такая работа. И вот, собственно, о скульптуре можно сказать то же самое, да, что скульптор может принимать участие в дизайнерских, скажем так, в оформительских процессах, но как творец, да, как автор. И в этом смысле что скульптура, что живопись, да, они оказываются вот в одном поле вот этих вот направлений, которые абсолютно авторские, да, где, собственно, авторство является первостепенной величиной. К ним же относится и графика. Мы же с вами знаем, да, что есть два направления в искусстве, в таком вот художественном, графическом, да, собственно, живопись и графика как таковая. Живопись это то, что, грубо говоря, делается с помощью мазков, да, графика это то, что делается с помощью штрупов. То есть так простому совсем говорить, да. В этом смысле меня безумно раздражает, ну, не знаю, что безумно, я уже привык, но, в общем, мы с вами должны понимать, просто к слову, что когда говорят о живописи, да, то, собственно, ей пишут, да, живописные полотна пишут, они рисуют, поэтому, когда говорят, там, рисунок маслом, да, или там, ну, в общем, это как бы нонсенс, потому что рисовать надо, собственно, штрихами, карандашом, там, углем, чем-то, да. Ты умеешь, там, рисовать картины маслом, такой нелетный вопрос. Ну, в общем, меня безумно прямо, вот, как, я не могу, вот, как с детства привык, не могу перестроиться. Ну, вот, так что, в общем, есть вот эти вот направления. Кроме того, если говорить о современных, таких более, скажем так, современных видах авторского искусства, мы должны понимать, нести и фотоискусство, безусловно, да, не всякого сомнения. Он, наверное, в детстве к нам тоже идет. Фотоискусство, как вы понимаете, это вещь, которая возникла, ну, сравнительно недавно, да, первые, вообще, опыты в области фотографии, это начало 19-го века, 1726-й год, не сих пор на ЕПС, первая фотография, на курсе полфотографии. Я это все рассказываю достаточно подробно, да, но под тем, что это 19-й век, в отличие от скульптуры, живописи, графика, естественно, были очень давно, да. В современном мире фотография приобрела совершенно особенное значение, и, как вы, может быть, обращали внимание, или знаете, или там слышали, современная художественная фотография имеет огромную ценность, да, то есть, я имею в виду, такую материальную совершенно денежную ценность. Их продают за миллионы уже. Другое дело, что там можно спорить, дискутировать о том, хороши эти фоточки или нет, но это другой уже вопрос. Но факт тот, что фотохудожник, это тоже художник, да, человек, который создает авторское произведение, он так видит, да, он всегда может найти, сказать, эту отмазку, к нему невозможно в этом смысле притраться, и действительно фотографы – это люди абсолютно творческие. Опять же, не могу не упомянуть, что помимо фотоискусства, так сказать, в широком смысле, в чистом виде, разумеется, есть и жанры совершенно прикладные фотографии, да, там фотопортрет, например, вон они, все эти студии наполнены юными фотографами, которые говорят, что я фотограф, у меня целый вот такой вот аппарат, ходят, снимают портреты, да, там свадебки снимают, да, такие очень пальцы загибают. Но это отдельная совершенно история. Мы с вами говорим именно о фотохудожниках, да, то есть о людях, которые создают собственные авторские произведения, выставляются в музей. И помимо вот этих всех четырех перечисленных пунктов, да, есть еще и декоративно-прикладное искусство, да, то есть это вот как раз то, что является дизайном в прямом смысле, да, когда приходят люди, у них пустой интерьер, они зовут человека, говорят, сделайте нам что-нибудь красивое, да, расставьте здесь мебель, покрасьте стены. Ну, прикладное, а тут название само из себя все говорит, да, и в этом смысле дизайн, это, безусловно, инструмент, связанный вот с таким абсолютно прикладным решением, да, и в этом смысле вот эта вот вся часть, да, она вот, собственно, укладывается вот в эту отдельную последнюю строчку, да, декоративно-прикладное искусство. Я хотел бы, чтобы мы с вами понимали, да, что вот эти все четыре первые вещи, последние пляты, это как бы вот две такие разные совершенно ситуации, получается. То есть, иными словами, вот они, пять видов визуальных искусств, как это на современном языке называется, да, визуальных креативных искусств, как можно назвать, и они, все эти искусства, делятся на два вот этих вот концептуальных разных подхода, да. Первая, значит, это вот группа из четырех первых, да, и, собственно, последняя, это вот, которая называется декоративно-прикладное, да, так условно его можно назвать. Значит, соответственно, концепции эти, давайте еще раз, да, чтобы было просто понятно, заключены в следующем, что первая концепция, то, что я вам перечислил, заключена в том, что люди, авторы создают объекты, не имеющие утилитарной ценности. То есть, без них можно прожить. То есть, если их не будет в этом месте висеть, ничего с человеком, в общем, не произойдет. Ну, будет страдать его эстетическое, может быть, ощущение, ему, может быть, будет скучно в этом пустое, пространственности не смотреть, да, и захочется там, чтобы было. Но эту картину берешь, другую повесишь, в общем, принципиально ничего не изменится. То есть, это те произведения, которые создаются автором по велению его души, потому что он кушать хочет. Потому что, если автор работает, потому что ему хочется кушать, тогда он не художник, если так говорить совсем честно, а он прикладник, он такой ремесленный. Да, ну, я помню, мы в юные годы, когда кушать хотелось, мы в Измайлово ходили продавать свои работы, на вернисаж. Ну, тогда это было немножко все по-другому, да, и тогда это была, так сказать, полуподпольная, полуполегальная контора. Но там ходили иностранцы, которым реально нужно было что-то кушать. То есть, в смысле, нужно было что-то покупать в качестве сувениров из Москвы, а нам хотелось кушать. Поэтому мы поставили на поток, вот я лично делал такую вещь, мы, я, может быть, зря в этом признаюсь, но мы со стройки, там, один приятель мне продавал алебастор, мешками таким здоровым, знаете, 10 килограммов мы. Я дома делал из них такие гипсовые яблоки. Быстро, значит, мы всю эту акварелью раскрашивали, мебельный лак окунали, внесли на этот рынок. В Измайлово, я там, как сейчас, помню, зимой стоял, у меня куча этих разных яблок, они там какие-то рисунчики нарисованы, стоят иностранцы, пальцем тыкают, говорят, ух ты, круто, говорят, это там русский фарфор, я говорю, да, это русский фарфор, это круто, это русское традиционное искусство. Между прочим, покупали за целых, там, за 5 рублей, это были бешеные деньги, между прочим, на рубль можно было пообедать. И нормально, мы отлично жили, матрешек всяких распили, ну, всякие дребедейные занимались. Это я просто к тому, что это, может быть, выглядело в их глазах, как искусство. Мы не знаем, что это, в общем, нифига это не искусство, а это чисто просто дизайн, это просто зарабатывание денег. Так вот, что называется по-простому. Поэтому, значит, первая, вот эта вот концепция, еще раз, вот я, собственно, здесь такая формулирую, создание объектов, не имеющих мультилитарной ценности. Да, это вот, когда мы с вами говорим, что я автор, я так вижу, да, и я хочу, чтобы было именно так, и никак иначе. Меня не волнует реакция мира на это, да, меня не волнует, что по этому поводу думает общество, да, меня не волнует, будет это продаваться или нет, я не могу этого не сделать, да, потому что я автор, я настоящий художник. Вот в чем эта концепция, первая, так сказать, концепция заключена. Вторая концепция, совсем другая, да, она основана на потребностях общества. Она основана на том, что есть какие-то конкретные люди, которым что-то нужно. Это вот как раз история со мной, с этими яблоками, да, потому что я их делал только потому, что мне хотелось кушать, извиняюсь, потому что я знал, что есть кто-то, кто их купит. Поэтому я особо не мучился сознанием собственного творческого величия, я не строил никаких иллюзий, я понимал, что это, в общем, ширпотреб, и просто их лепил. То есть вторая концепция заключена в том, что создаются объекты утилитарного назначения, да. Ну, правильно даже сказать, что они не создаются, да, но они, правильно сказать, организовываются, объекты утилитарного значения, эстетически организовываются. Ну, то есть это значит, что входит человек в помещение, говорит, так, берем красочку, красим вот эту стену так, здесь вот я вам намешаю, здесь вот полосочку так, сюда мы обойчики такие, здесь вот такой вот плафончик. То есть эти все объекты, они уже существуют, да. Задача дизайнера, ну, а мы говорим о дизайне, да, организовать это все. Он ничего сам с нуля не создает, он не берет холст, он ничего не пишет, он создает из имеющихся предметов и как бы жонглирует имя, организовывает эту вот эстетическую категорию. И получается все красиво. И это его первая миссия, а вторая его миссия заключается в том, что он также организует эстетический информационный массив, говоря по-научному, а говоря по-простому, это сайты, книжки, то есть, собственно, любую информацию, тексты, да, тексты, элементы, там, я не знаю, выставочные стенды. Что такое выставочный стенд? Это информация, которая красиво подана, правильно? Стенд, газета, журнал, любая литература, буклетик рекламный, это же тоже информация, это грамотно, красиво, все изложено, так что людям приятно это купить. Вот в чем, да, концепция заключена. То есть, первое, это создание объектов, не имеющих утилитарной ценности, а второе, как я уже сказал, это использование, да, так сказать, манипуляции, да, организации объектов, имеющих выраженное утилитарное назначение и информационные массивы, да. И вот здесь вот, собственно, в скобочках, вы понимаете, написано то, да, что относится к этому направлению. Вот такая вот достаточно простая идея, да. Значит, соответственно, исходя из этих двух концепций, мы с вами можем людей, относящихся к первой или, так скажем, второй группе, творцов, да, относящихся к первой и второй группе, условно назвать художники и дизайнеры, да. Ну, понятно почему, потому что, в общем, художник – это такой вот чистый творец, а дизайнер – это творец по запросу, так мы их можем, да, разделить. И вот здесь мы, собственно, почему я вам так подробно рассказывал, да, и с такими вот деталями, чтобы мы с вами понимали, собственно, с чем сталкиваются эти люди, потому что сталкиваются они реально с разными задачами, да, возникают разные совершенно представления о том, что от них, от этих людей требуется и как они могут реализоваться. Значит, если мы говорим с вами о художниках, то с ними, то есть с работой художника связан ряд особенностей, и эти особенности, вот, собственно, на начальном этапе сразу и начинают проявляться. Причем мы с вами давайте разделим так, есть особенности, да, то есть специфика, которая отмечает художника от дизайнера, а есть некоторые, собственно, требования, которые предъявляются к человеку, да, для того, чтобы он мог успешно справляться со своей профессиональной миссией, да. Итак, значит, к особенностям художественной работы относится то, что у него, у художника, да, относительно небольшая конкуренция, к счастью. Причина очень проста, да, это первая, собственно, особенность. Причина очень проста. Людей, которые называют себя художниками, в общем, ну, художниками в таком, в узком, в профессиональном смысле, да, то есть теми, которые вот там занимаются живописью, то есть скульптурой, да, их не очень много. Подойди к любому на улице, да, скажи, ты художник вот в этом смысле, ну, не все признаются, что они художники. Кто-то скажет, конечно, ну, я в школе хорошо рисовал, да, поэтому кое-что я могу. Но все равно сказать, что я творец, да, я пишу картины, я там делаю скульптуры, мало кто отважится. В этом смысле с дизайнерами, обратите внимание, совсем другая история, да, куда ни приди, все дизайнеры. Я, что не покажу, человек говорит, да что вы мне показываете, заказчики, да что вы мне показываете, и у меня в школе была пятерка, или там у меня дочка учится в художественной школе, я знаю, как это должно выглядеть, что вы мне эти шрифты здесь предъявляете, да. Так что с дизайном другая совершенно история, но вот говоря о художниках, мы должны с вами констатировать, что они начинают свою кадеру в условиях относительно невысокой конкуренции, ну, сравнительно невысокой конкуренции, да, это первая особенность, которая является, естественно, таким хорошим плюсом, да, если уж вы решили, что вы художник, значит, ну, вы оказываетесь уже довольно небольшой, хорошей компанией. Это вот, это первая приятная особенность, да. Значит, вторая особенность, это субъективизм потребителя. Давайте вспомним, за счет чего, собственно, художник из неизвестного становится известным и из голодного становится сыном. Он становится из-за того, что картины его, естественно, покупают, да. Картины, поскольку это произведение искусства, покупается только по принципу нравится-не нравится. Так же, как девушки приходят и в милирный магазин, да, пойди докажи им, что эта вещь, она там дизайнерски хороша, но если сердце не лежит, да, если сердце вот не расположено, но не заставит, ну, с платьем такая же история, да, понятно, что есть реклама, понятно, что что-то можно пропихивать, но если этот человек видит, что это не его стиль, да, если ему это не подходит, ты его не убедишь это купить. То же самое, даже в еще большей степени, с картинами, да, с картинами, со скульптурами. Человека купят только тогда, когда вот он просто вот увидит, что оно его зацепит. Вот это и подразумевается, да, вот под этими словами субъективизм потребителя. То есть художник вынужден ждать, пока найдется кто-то, да, кому подходит, да, на эту картину. Поэтому можно гадами ждать, да, если ты вот не там ее продаешь, например, она может быть прекрасна, но если ты не угадал с местом продажи, да, не в тот салон, как говорят, то все, ты пропадешь, и ты не станешь, ты останешься никем, да. То есть вот этот вот субъективизм потребителя, это очень неприятная особенность, с которой приходится считаться, с которой приходится иметь дело. Обратите внимание, я не вот в данном случае не пишу, что это, так сказать, негативное, да, то есть это там минусы, да, это именно особенность, потому что без этого никак, во-первых, а с другой стороны, смотрите, какая получается история, субъективизм потребителя, конечно, есть до тех пор, пока ты его не угадал. Но зато если ты угадал, да, ты уже, этот человек у тебя будет следующую картину покупать, он друзья с теми же вкусами, он себя рекомендует, правильно? То есть субъективизм оказывается очень большим плюсом, потому что во всей компании у всех есть картина, а как же у этого-то нету, он к тебе тоже побежит, скажет, да, мне тоже, я тоже хочу сюжет, да, и вот здесь уже возникает там мода, уже возникает, да, вот эти все такие представления. Так что еще раз повторю, это не недостатки, а это просто особенности, которые надо отчетливо понимать, да. Значит, следующей особенностью, да, карьера художника является то, что в нем довольно долгая стадия начального накопления потенциала, ну, собственно, картины, да. То есть нельзя стать художником, если ты еще ничего не сделал, да, люди должны увидеть твои картины. Понятно, что нужно совершенствовать техническое мастерство. Понятно, что для художника имеет очень большое значение его мысли, его, что вот он чувствует, да, потому что, ну, если он ничего не чувствует, то и художник, в общем, извините, не важнецкий, да, и это вот то же самое, что я говорю, например, на курсах по созданию фильмов, есть у меня такой курс здесь, да, как создавать фильмы с нуля, и когда приходят люди, я... Понятная такая вещь, да, которая случается со многими кинолюбителями, ты там наснимал, как-то съездил в отпуск, там классно, показываешь друзьям, а смотришь, через две минуты они уже похрапывают, вежливо говорят, ну, да, интересно, да, и уже так взевают, думают, куда бы свалить. Сами все в такой ситуации оказывались, у всех есть такие друзья, которые говорят, о, смотри, как мы ездили, да, а думают, ну, смотри, что-то хатище, тошноченько, да. Почему? Потому что вот это в искусстве, это один из самых главных, одна из самых главных проблем. Если человек ничего не хочет сказать или не умеет сказать, ничего хорошего и не получится, да, и поэтому для того, чтобы создавать фильмы, нужно прежде всего стать мыслящим человеком, надо как бы желать что-то выразить, желать что-то высказать, и тогда будет все искусство. И в этом смысле вот с художниками точно такая же история. Поэтому, да, это все формулируется стимулируется в такое определение, как долгий, изолированный старт. То есть имеется в виду, что художнику, прежде чем стать, собственно, уже известным, ему приходится довольно долго в таком автономном режиме писать свои картины, рисовать свои картиночки, не отчаиваясь, да, делать и делать свою работу, накапливать вот эти вот работы. Потому что когда придут субъективные потребители, чтобы мог и первый, и второй, и пятый купить, и чтобы у него все это было. То есть надо работать, ну, как бы в пустую, да, в стол, как это называется, и, так сказать, в отрыве от, да, от окружающей среды. Что не очень, конечно, приятно, но тем не менее случается такая вещь. Вот. Это вот, собственно, вот следующий, да, такой тезис. И, кроме того, есть еще одна особенность, которая отличает именно вот эту вот художественную карьеру. она заключена в том, что художник, как я уже сказал, ну, просто, чтобы раз уж мы все эти особенности повторяем, да, чтобы было понятно, он должен быть изначально, исходно креативным человеком. То есть, опять же, если художнику сказать нечего, то он, собственно, не будет художником. Если он будет дизайнером, он будет кем угодно, но не художником. Да, художник – это тот, на которого смотрят и думают, надо же, какой человек и мышление, вот как он, да, вот там, космос, как он там это все в своей голове-то переварил, да, и показал. Если человек в голове ничего не варит, если он ничего не показывает, ну, он будет сидеть, смотреть, я извиняюсь за такую буквальность, да, но это такие художники очень много, которые спиваются, извините, да, потому что они спиваются, потому что они чувствуют что-то, да, у них нет сил это выразить, и они ощущают, что они не признаны обществом, а общество не хочет признавать, потому что он им ничего дать не может. Он сидит, да, вот он знает, что он великий человек, общество говорит, ну, давай, покажи мне результаты своего гения, да, он говорит, да, вы не понимаете, я вообще такой, ну, ты покажи, да, либо ты показываешь, либо ты не показываешь, да, и вот в этом, собственно, проблема. То есть художник должен быть изначально креативным. Если в нем этой креативности нет, если его никто не видит, значит, ее не существует, да, это должно быть в его работе, да. Заметьте, в отличие от дизайнера, потому что дизайнером можно научиться быть, да, изучить шлифты, изучить правильные цветовые сочетания, изучить тренды, которые существуют, да, в той или иной области. Можно это просто грамотно начинать использовать. То есть сначала, когда ты начинаешь работать дизайнером, ты можешь быть вообще никем, ты можешь быть отвратительным дизайнером, и у него становится все лучше и лучше. Художник обязан быть уже каким-то на уровне, да, каком-то внутреннем, и вот это уже вопрос таланта, что называется, да, либо он есть, либо нет. Если его нет, то он уже ниоткуда не возьмется. Можно стать, опять же, просто было понятно, хорошим ремесленником, да, можно, не знаю, там ездить по детсадам всю жизнь, расписывать стены красивыми картинками, но таких много, нормально совершенно. Они идут в интернет, залезают в руки, открыточки, знаете, по квадратикам перерисовывают, копы сделал, хороший ремесленник, получил свои деньги, поехал дальше. Но он не художник, а он просто ремесленник, который грамотно умеет это все использовать. Таких тоже людей очень много, да. Мы говорим с вами о области креатива, да, вот не забывайте, вот, собственно, наша тема, и в этом смысле, если вот говорить именно о художниках, в прямом смысле, они обязаны быть первично, исходно, изначально креативными людьми, да, это тоже такая очень важная вещь. Вот. Кроме того, у художника есть еще одна вещь, еще одна особенность, которую я бы прям-таки назвал плюсом. И вот смотрите, какая получается история. Мы с вами знаем имена некоторых художников, которые, ну, согласитесь, очень легко узнаются. Ну, например, Пабло Пикассо, да, замечательный художник. Смотришь так на картинку, если она вся, в серо-коричневых тонах, например, если профиль нарисован так вот смешно, что один глаз на щеке, второй на лбу, да, такой прямой профиль, и здесь сбоку торчат какие-то смешные чьи-то грабли, а там с этой стороны, значит, какие-то еще глаз наворочены, какие-то типические вещи, ну, это Пабло Пикассо, это прям вот, да, как пить дальше называется. Если, ну, даже есть стишки, я думаю, вы встречали в интернете очень много смешных таких смешных стишков, да, там, если на картинке то-то, то-то, значит, это, значит, то-то, да. Если вы видите картину, на которой все очень красиво, так реалистично, трехмерно нарисовано, если там есть какой-нибудь изображен жираф, горящий какой-нибудь гривой, и если есть какая-нибудь скульптура, где много ящичков, открывающихся, а уж тем более, если сбоку где-нибудь какие-нибудь часы висят, да, такие оплывшие, да, которые текут, ну, понимаете, Сальвадор Дали, просто как родной, да, это я вот к чему говорю, потому что многие вещи очень легко у художников узнаются, и в этом смысле, в глядя на эти работы, никто не говорит, что, ну, что он все, часы до часы, все, что жирафа до жирафа, нарисовал бы что-нибудь такое, вот такое, от художника это не требуется, и в этом смысле мы должны констатировать, что вот эта вот суженность подходов, да, такая вот суженность, может быть, стиля, да, она не является дефектом для художника, да, а это может быть, даже является в каком-то смысле дизайнером, потому что, ну, не знаю, возьмите такой попроще пример, более какой-нибудь вульгарный, Шилов, например, да, но которого многие художники вообще не любят, за художника не считают, но вот это его зализанная такая немножко слащавая живопись, она тоже узнается, а смотришь, думаешь, Шилов, да, тебе может не нравиться, но это вот, это его, да, соответственно, те, кто любят Шилова, они именно за это его и ценят, за вот это узнавание. Теперь представьте себе дизайнера, да, который работает в этом же стиле, он сделал один логотип, все, о, это видно, рука там такого-то, логотип для другой конторы из другой области, о, это тот же самый дизайнер сделал, это очевидный минус, понимаете, то есть разница тут вот какая, когда для художника хорошо, да, вот эта узнаваемость, преемственность и однотипность для дизайнера, это, конечно, совершенно недопустимо и неприемлемо, да, поэтому давайте мы это констатируем, что для вот этого вот художника суженность подхода допустима, она не то, чтобы прям нужна, но она допустима, если человек работает все время в одной и той же стилистике, только и ради Бога, да, есть огромное количество художников, которые знают прям по мазочку, да, вот по первому штриху, Валеджи какой-нибудь Борис, да, все мы его знаем, это который помнит, я думаю, все видели эти картины, замечательные картинки, сразу узнаешь Бориса Валеджи, если он что-то другое напишет, все еще будут возмущаться, куда он делся, что он с ума сошел, что он экспрессионизм какой-то, да, где его стиль, еще он стареет, да, не может уже, спился, да, вот собственно, от невостребованности, да, понимаешь, никого, вот поэтому уже он является заложником, в известном смысле, да, своего стиля, поэтому вот эта вот суженность подходов, она в общем допустима, это хорошо для художника держать вот эту вот марку, да, и все время на ней висеть. Вот, соответственно, если мы говорим о том, что требуется от художника, да, это вот те особенности, с которыми ему приходится сталкиваться, а что от него требуется для успешной работы, необходимости какие, вот мы, собственно, что должны констатировать, и вот это как раз то, что должно быть у художника изначально, да, вот с чего надо стартовать фактически. Во-первых, я об этом уже говорил, и просто давайте это мы констатируем, я повторю, да, художник должен понимать свою художественную миссию, он должен понимать, что он, собственно, сказать миру. Это, понятно, что это звучит немножечко так, ну, как сказать, по-книжному, примитивно, да, то есть художник должен быть творцом, он должен нести там какой-то свет, но вы знаете, как это вот, ей-богу, банально, это так и есть, да, то есть художник должен понимать, почему он это все рисует, да, что его толкает на это, да, какие у него есть соображения, какие у него есть концепции. Другое дело, что впоследствии, когда художник уже становится более именитым, художник в самом широком смысле, заметьте, не только тот, кто картину здесь напишет, он начинает эксплуатировать уже вот эти приемчики свои, да, эксплуатировать свои находки достаточно сценично-утилитарно. Очень наглядный пример в этом смысле немножко, может быть, другой неожиданной области, это область актерского мастерства, да, молодые, талантливые актеры, какой-нибудь там, Вонакинький Смоктуновский, который, ну, вероятно, замечательный актер. Понятно, что вот на начальном этапе своей карьеры он поражал своей необычности, своим, таким, своеобразием подхода, своеобразием трактовки роли, интонациями очень, да, такие нехарактерные. Если вы посмотрите его старые фильмы, в нем есть вот даже движение глаз, там движение, ну, жесты, все очень своеобразное, очень узнаваемое. Как любой актер, который долгое время работает, к сожалению, он не оказался избавлен от некоторых штампов. Если вы посмотрите из фильма, где он старичок уже, да, царство, конечно, небесное, и я ни в коем случае не претендую на то, потому что я, так сказать, критик, да, но мое личное мнение, что это видно, да, что он использует те же самые вот эти вот жесты, те же интонации, те же приемы, которые вот в молодости он как вот наработал, да, вот он их и не работает. И то же самое с художниками, в смысле вот с скульпторами и с живописцами случается. Наработали приемы, и вот пошел, да, вот как бы штамповать вот такой мазок там какой-то экспрессивный, и вот этим мазочком уже все тюк-да-тюк, и понятно, что уже вот эта вот их ценность немножко пропадает, теряется, потому что, естественно, надо все время развиваться, да, и вот в этом смысле надо констатировать, что от художника прямо сразу, с самого начала требуется понимание своей художественной миссии, понимание своего художественного как бы я, да, кто я такой в искусстве и чем я хорош, да, чем я интересен. Это первое. Второе, что очень необходимо и чем, что не случается часто, к сожалению, с молодыми художниками и что является для них серьезным препятствием, это нужен постоянный контакт с миром. Художник не может быть изолирован от мира. Это, поверьте, не философское соображение, да, потому что мир окружающий, он является, собственно, тем источником, да, который дает художнику в самом широком смысле материал для его творчества, да, если я закроюсь от всех, грубо говоря, уеду на остров, ну, я буду рисовать все время одно и то же, да, потому что впечатлений мало, да, движения вокруг жизни вокруг меня не происходит, я ничего не вижу. В этом смысле нужна постоянная вот эта подпитка. То есть художник и затворник это несовместимые практически вещи, да, художник, когда вот он творит, это другое дело, он любит, многие художники так делают, вот они закрываются, им нужно, чтобы было тихо, им нужно, чтобы никто не мешал, это нормально, это правильно, работать посреди вокзальной площади невозможно, это точно совершенно, да, но это нереально, им нужна хорошая, правильная музыка и вечер, и там под утро, да, когда вдохновение охватывает, но то, что ты должен, как бы, ходить по улицам, общаться с миром, взаимодействовать с людьми, это обязательно необходимо. И это имеет еще и вторую сторону вот этого вот хождения, так сказать, по миру и общению с людьми. Как люди догадаются о том, что ты, собственно, великий художник? Как? Поэтому это надо из себя обязательно контактировать. Должны быть люди, которые ходят смотреть на твои работы, да, должны быть какие-то люди в каких-то галереях, которые тебе звякно спросят, а там нет ничего новенького, да, должны быть люди, которые тебе, в конце концов, подпихнут и скажут, так, давай берем твою работу, пошли выставку тебя устроить, да, то есть нужно вращаться, нужно циркулировать, общаться с внешним миром. Понятно, что для художника это очень большая проблема. Все художники говорят, ну, я не, я, это мне нужен какой-нибудь менеджер, я сам про себя это первые 20 лет практики говорил, и что в результате, я не добился за первые 20 лет ничего, да, я вот просто как был сам в себе, я знал, что я там умею рисовать, ну, так и что, толк, да, никто этого не видел, никто меня не спрашивал, я так говорю, Дима, дай свои работы, а потому что как же они догадаются, что я существую. Поэтому вот эта вот проблема контакта с миром, она очень актуальна, и в этом смысле я могу советовать художникам хоть, я не знаю, хоть психотерапевт ходить, хоть заставлять себя, хоть пользоваться какими-то проверенными уже методами, да, есть, слава Богу, на современном этапе куча рекомендаций сайтов, интернетов, сообществ, надо включаться в социальную жизнь, нельзя ее игнорировать, нельзя говорить, я художник, и пусть весь мир пойдет к моим ногам. Не пойдет он никуда, извините, конечно, он будет жить своей собственной жизнью, да, и он не заметит вашего отсутствия абсолютно, да, и в этом смысле надо с ним дружить, с этим окружающим миром. И к этому, ко всему, да, я бы добавил еще одну важную вещь, очень простую, но очень важную, нужно упорство, простое, элементарное упорство, да, тоже на самом деле вещи совершенно неочевидны для художников, потому что сидишь, так работаешь, бывалыча, месяц, другой год работаешь, никто к тебе не приходит, никто тебя не зовет, на биеннале, значит, не раскручивает, да, и на выставке не зовут. Думаешь, может пойти мне бухгалтером, или пойти мне, не знаю, дворником, или еще кем-нибудь, да, я вот это, вот этого тоже не было, понимаете, вот это вот понимание своей миссии, мне кажется, оно должно поддерживать этот огонь. Понятно, что, и мы с вами тоже знаем массу примеров из реальной жизни, как многие, например, музыканты, да, работали сборниками, весь русский рок, да, и там, и Цо, и Гринчаков, все они работали какими-нибудь дворниками, кочегарами, и бог знает кем, да, но они работая, они не переставали быть музыкантами, не переставали в этом смысле быть и художниками, и кем угодно, да, то есть надо понимать, что вот эта вот ясность и движение непрерывное в одном и том же направлении, да, это очень важный компонент для того, чтобы стать нормальным художником и реализоваться, да, так что вот это вот упорство при всей своей примитивности, это тоже очень важная вещь. Ну вот, и это вот что касается художественных подходов, да, что касается вот того, насколько важно и нужно быть художником. И теперь вторая сторона, ну там уже сейчас быстрее я вам это все перечислю, потому что особенно будет заметна разница вот по, по контрасту, да, между художниками и дизайнерами. Теперь пару слов о дизайнерах, у них совсем другая история, и, соответственно, те особенности, да, которые отмечают их работу и те требования, которые к ним предъявляются, они совершенно другие. Значит, первые, вот я прям в том же порядке буду перечислять, чтобы было понятно. Первая особенность дизайнерской работы, это, я бы даже сказал, не просто высокая, это высочайшая конкуренция, потому что все в душе дизайнеры. Вот куда ни приди, да, вот чем ни займись, все дизайнеры, все в этом разбираются. Причина очень проста, на самом деле. Дело в том, что поскольку дизайнер работает в утилитарной сфере, он работает в сфере своего, в той же, где и все люди присутствуют. Мы все пользуемся обоями, мы все пользуемся интерьерами, мы все покупаем себе вещи, мы все, не знаю, там стулья можем себе какие-то в Икее купить. И в этом смысле каждому человеку кажется, что у него есть некоторый дизайнер, вкус, да, и некоторые дизайнерские чувства. Поэтому, когда к ним приходит перец и говорит, слушай, эти стулья отвратительные, давай другие, ты думаешь, нифига себе, мне нравится, а чем я вот хуже вот этого конкретного перца. Очень тяжело убедить, что это не важно. И в этом смысле, конечно, это реальная проблема. И в этом смысле конкуренция дизайнерская невероятно высокая. и начинать приходится на очень тяжелом поле, в отличие от художников. То есть надо, это все равно, вот ей-богу, сейчас быть дизайнером, все равно сказать, что я, потому что все фотографы и все дизайнеры, да, и вот сказать что-то новое чрезвычайно тяжело. Значит, это, это вот первая проблема, да, которая действительно реально существует. Вторая проблема, которая существует, это субъективизм контактов. Обратите внимание, если для художника чрезвычайно вот надо учитывать вот эту особенность субъективизм потребителей, то есть субъективизм, ну, зрителей, тех, кто смотрит, которым нравится или не нравится, то для дизайнера имеет большую особенность вот этот вот субъективизм контактов. То есть не заказчиков, конечно, да, а вот вообще того мира, с которым вот приходится общаться в качестве директоров, в качестве потребителей, потому что у каждого свое мнение, опять же, все та же причина, да, можно делать все, что угодно, и человек говорит, мне это не нравится и хоть ты трестит, да, опять же, обратите внимание, когда ты художник, ты приносишь картину человеку, да, который ее от тебя ждал, он говорит, спасибо, о, какая своеобразная картина, как чудесно, если ты дизайнер, и приносишь человеку картину, он говорит, а поиграйте шрифтами, да, ну, поиграйте цветом, поиграйте шрифтами, да, в этом интерьере, давайте, а что это вы здесь, вот это вот, давайте здесь вот арочку какую-нибудь, ну, то есть понятно, да, и в этом смысле вот этот вот субъективизм вот этих контактеров, с кем приходится общаться, он невероятно высокий, да, ну, это, опять же, не плохо, не хорошо, это так, ну, то есть скорее плохо, конечно, чем хорошо, но так есть, да, и это мы с вами должны тоже учитывать, да, значит, если у художника, как я уже сказал, да, у него старт довольно долгий, когда приходится вот работать на самого себя, да, то у дизайнера есть тоже долгий старт на самом деле, да, но он, его правильнее назвать не одинокий, так сказать, не изолированный, да, а его правильнее сказать, просто говоря, бедный старт, да, потому что если художник долго работает, то понятно, может случиться какая-то ситуация, когда найдет свой ценитель, меценат, и начнет за бешеные деньги покупать его работы, но просто потому, что оно понравилось, с дизайнером такого быть не может, да, дизайнер должен годами практики убедить в том, что он хороший дизайнер, да, этот процесс очень медленно происходящий, а что значит хороший, хороший, который он платит много, да, то есть надо успеть сделать много хороших работ для того, чтобы они легли в портфолио и для того, чтобы возникло представление о том, да, что ты хороший дизайнер, поэтому именно долгий, бедный старт, это вот так вот правильно это и формулируется, да, когда приходится работать за копейки, чего не все дизайнер, прямо скажем, выдерживает и всегда на любого дизайнера находится еще один дизайнер, который сделает то же самое, но дешевле, да, и вы сколько угодно как дизайнер можете объяснять, что я сделал лучше, но для заказчика ему все равно, он смотрит, ну это, а там дешевле, вы сделали синий квадратик за 100 рублей, а тот говорит, а что, а я желтый кружочек нарисую, может заказчику за 40 рублей, тот говорит, какая мне разница, цвета G40, и он не понимает, что в данном случае синий квадратик это гораздо круче, потому что там что-то, да, какая-то мысль более тонкая, да он не знает на какой это мысли, это уже вообще отдельный вопрос, связанный с умением подавать свои работы, но это вот как раз на курсе там дизайн рекламы, местный такой курс, да, где довольно долго проект профессор рассказывает, как себя продавать, как подавать, но это действительно очень большая тема, в принципе, но мы должны вот это с вами констатировать, да, что есть вот этот долгий, нудный, бедный, нищенский, прямо скажем, стат, все эти бедолаги, начинающие дизайнеры, которые там гоняются за этим заказчиком, или бы они не сказали там визиточку какую-нибудь, да, и делают там 25 вариантов, лишь бы у них это все принято и согласны уже на любой день, это характерная такая особенность. Кроме того, для дизайнера креативность вторична, и это, в общем, плюс в известном смысле, да, потому что не надо быть синий пядень, что называется, во лбу, да, и не надо хватать звезд с неба, надо просто знать какие-то простые вещи, какие-то простые правила. То есть, если ты человек креативный, если из тебя прет креативность, так это хорошо, да, но если она не прет, а ты просто умеешь грамотно все делать, значит, это уже достаточная причина для того, чтобы считаться хорошим дизайнером. Вот у меня, опять же, вот эти вот курсы мои там, дизайн рекламы, дизайн рекламы, полиграфии, нужно знать, есть такой курс тоже, он такой, ну, для полиграфистов, там, собственно, более узкие всякие изучаются вопросы, связанные с каллиграфией, с типографией, там, с упаковкой и так далее, но я хочу сказать, что это и допечатная подготовка, у меня, например, есть курс, где такая совсем технология изучается, про то, как готовить макеты к печати, но я хочу сказать, что есть у меня люди, которые прям вот прошли эти курсы все по одному, по очереди, да, и это радикально меняет их ситуацию, они мне просто пишут, мы с ними поддерживаем какие-то контакты, у них появляются клиенты просто потому, что они наконец узнали, как комбинировать правильные цвета, как подбирать шрифты, как готовить файлы к печати, потому что толпа дизайнеров есть, которые этого не умеют, и есть, когда человек говорит, так, спокойненько, сейчас мы с вами сделаем CMYK, 300 DPI, цветовой профиль не будем внедрять, потому что это сразу, это его поднимает невероятно, понимаете, не потому что он вот такой, а потому что он просто говорит спокойно, я сделаю все как надо, файли к вам сохраню в правильном формате PDF, да, мы там подскринк выведем, вот когда человек начинает вот этим легко и свободно пользоваться, значит он профессионал, то есть он профессионал, а не художник, ведь дизайнеров, как это может быть, неприскорблено, в общественном мнении это не считают художниками, да, но я, честно говоря, и сам на курсе часто говорю, что это не столько художник, сколько работник сферы обслуживания, это надо понимать трезво, да, ну то есть от дизайнера не требуется вот этого фонтана самовыражения, от него требуется грамотное соответствие какой-то идеи, и вот это вот, в этом, да, вот это вот то, что креативность вторична, это факт, да, и для дизайнеров также характерна еще и одна особенность, суженность подхода, которые, да, характерны для художника, недопустима, она неприемлема, потому что он должен быть, естественно, все время максимально разнообразным, да, он должен быть абсолютно разным, он должен создавать каждый раз как будто с нуля, человек не должен говорить, а что это вы сделали, как в прошлый раз вы сделали Ивану Петровичу, да, если дизайнер повторяется, это гибель, это смерть, в этом смысле приходится быть креативным тоже, но уже по-другому, да, приходится все время себя учить, работать как бы заново, с нуля, не использовать эти шаблонные подходы, если художник может себе позволить, да, вот к пенсионному возрасту, ну там, к пенсионному, а к какому-то зрелому возрасту использовать одни и те же приемы, да, и все будут смеяться, о, узнается рука Модильяни, да, то для дизайнера это неприемлемо, он должен быть всегда оригинальным, да, если его узнают, значит, это гибель, да, и в этом смысле это совершенно неприемлемо. Вот, у меня здесь опечатка, но на самом деле имеется в виду, что она, конечно, недопустима, вот я просто скопировал оттуда тефтик. Значит, соответственно, необходимо, да, на начальном этапе для дизайнера, значит, необходимо постоянное развитие, то есть, вот если для художника, да, он может родиться, понять свою миссию и начать творить картину, да, и там рисовать в одном и том же стиле, то дизайнеру необходимо постоянно учиться, постоянно развиваться. Поймите меня правильно, я в данном случае совершенно не имею в виду, что вот буквально приходить учиться в специалист, хотя, понятно, что такая некоторая мысль где-то там существует, но я в данном случае говорю о том, что нужно развиваться в принципе, да, нужно смотреть хорошие книжки, нужно смотреть, что делают другие люди, нужно ходить на выставки, да, нужно спрашивать, нужно общаться с коллегами, да, нужно спрашивать, почему это сделано так и не иначе, нужно спрашивать себя по-другому, да, вот мне это нравится, а почему всем остальным не нравится, то есть, надо все время задаваться вот этими вопросами и пытаться получить на них ответы, да, то есть, как только человек перестает развиваться, да, он перестает, собственно, быть дизайнером. Недавно, не буду называть имен, недавно у меня сравнительно на курсе был человек, который пришел и отказался развиваться, так сказать, да, ну, то есть, пришел человек, как это часто бывает, с дизайнерами, вообще с художниками, такой, знаете, ранимый, ну, художники вообще, они такие же, и дизайнеры, они тоже, в общем, примерно такие же, да, и часто, и часто, вот эта вот ранимость, да, она приобретает, знаете, такие формы, такой агрессивной очень защиты, ну, то есть, там, да я, че ты мне, да я все сам, да не надо, вместе с ним сделал, классно же, круто, все, идиоты, заказчики это не приняли, больные люди, есть такой, да, подход, встречается, ну, пришла девочка, и она вот примерно, как бы вот с таким, была посылом, да, и она в этом смысле, была закрыта от развития, знаете, то есть, ну, как бы, странно было мне, че, я же все прекрасно делаю, да, 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 вот в этом смысле, да, ну, еще, ну, и как, ну, формально, конечно, я смог что-то рассказать, но эффективность очень низкая была, да, потому что, что-то, ну, мотивы бывают, знаете, очень странные, в идее, например, приходит человек и говорит, что, да, я чисто так, мне на работе бумажку попросили, там, или странные люди, им не хватает, мы как бы, возьмем талантов, а им надо, чтобы еще была бумажка, или есть такой еще мотив, они так приходят, говорят, ну, я не знаю, может быть, вдруг что-то новое узнаю, так чисто символически, так посижу, дескать, послушаю, то есть, это вообще людям свойственно, в принципе, да, вот маскировать свое незнание, это понятно, потому что трудно сказать, в этом смысле, кстати, вот это очень интересная особенность, на курсах, вот на всех, которые я веду, девочек гораздо больше, чем мальчиков, потому что мальчикам, как вы догадываетесь, сказать, что я чего-то не знаю, это просто, вот просто, просто, им проще сидеть в интернете, копаться, да, вот это вот сюда, слушать другам, там, что делать, да, вот это вот все узнавать, чем просто прийти, сидеть, писать в тетрадке, это единица, и страшно уважаю в этом отношении, да, потому что это, это действительно, действительно для мужчин, ну, все понятно, да, причины определенные такие, это крайне просто сложно, а девушки, они спокойно, и без этих комплексов приходят, и учатся, и тетрадочки записывают, и вопросики потом задают, и потом еще после курсов, еще на какие-то, вот меня находят там в Фейсбуке, ВКонтакте, и там тусовки приходят, и всячески готовы развиваться, и правильно, и вот дизайнеры там должны действовать, это абсолютно правильный, нормальный, вот, кроме того, для дизайнера, в отличие от художника, нужно создать вот эту вот формальную такую оболочку контактную, то есть, если художник может себе позволить жить без своего сайта, без своего портфолио, да, оформленного красивой там фотографии, без каких-то своих там презентаций, без какой-то своей, да, вещей, то для дизайнера это важно, да, потому что дизайнер вступает в коммерческие отношения, купи-продай, буквально, да, он является частью рынка, в этом смысле у него должны быть атрибуты, у него ценник должен быть, как у любого товара, да, у него должно быть портфолио, ясно сформировано, у него должен быть какой-то набор работ, у него должны быть рекомендации, у него должно быть резюме, грамотное, креативное, хорошее резюме, да, не просто формальное, которое там будет на джок, ру валяется там пятый год, да, оно должно быть интересным, с работами, с примерами, со ссылками, то есть он должен быть включен, вот это в поисковую, да, вот всю систему, то есть, так их можно назвать формальные элементы, да, контакт, то есть вот контакт осуществляется этим вот формальным признаком, да, то есть адреса, телефоны, явки, пароли, чтобы вас могли попросту говоря найти, это вот такая вот очень важная вещь, и, наконец, для дизайнера также необходима, собственно, гибкость, вот то, что я уже упоминал, да, то есть вот эта вот суженность подходов, недопустимая, она диктует то, что должна быть, собственно, гибкость, и кроме того, гибкость нужна еще вот в каком важном очень аспекте, если дизайнер, то есть если художник может себе позволить, писать, например, там, темперой, да, или какой-нибудь маслом картины, да, и ему там кто-нибудь говорит, скажите, пожалуйста, уважаемый художник, а вы не сделаете там рисунок тушью и пером, да, вот мне по картону, он скажет, нет, я только маслом работаю, это мое призвание, скажет, а, извините, ради бога, да, и пишите, то если дизайнер попросит, да, и скажет, слушайте, а вы не могли бы там вот этот файлик, который вы сделали, еще подготовить не только для печати, но еще скажет, чтобы вы могли сувенирную продукцию делать, если дизайнер скажет, нет, я занимаюсь только вот этим, ну, скажет, знаешь, давайте мы другого найдем, правильно, то есть для дизайнера важна широта охвата, вот эти вот снежные области, да, для дизайнера очень важны, он в известном смысле должен быть и разбираться в фотографии, да, потому что даже если не самому фотографируют, то сход материалом постоянно приходится общаться, да, и знать припресс, да, вот допечатанную подготовку, ну, если полиграфией заниматься, понятно, что человек, который занимается интерьерным дизайном, надо немножко знать про материалы, про технологии строительные, да, ему нужно понимать, из чего этот интерьер, вот, сделан, да, какие там, из чего там, вот, люстры вообще, какие там, ой, ай, 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 какая-то иллюминация возникла, да, то есть, знать какие-то сходные дисциплины, сходные вещи, обязательно, необходимо, в этом смысле, опять же, нужно постоянно развиваться, то есть, вот, тезис о постоянном развитии, он имеет еще вот такое значение, понимаете, не просто узнавать в своей области, но узнавать в смежных области, то есть, ширину расти, тоже совершенно необходимо, да, то есть, вот эта вот гибкость является очень важной частью, да, которая необходима с самого начала, с самого старта. Вот, друзья, вот такой получается набор всех этих проблем, всех этих вот задач, которые необходимо, на которые, я бы так стал, необходимо настраиваться человеку, который собирается в этих областях работать. Субтитры создавал DimaTorzok